Всем привет! Сегодня поговорим о том, чем и как обрабатывать поверхности во время карантина. С непривычки это может занимать немного больше времени, чем обычная уборка. Но безопасность семьи того стоит. Вирус может жить на любом принесенном извне предмете по несколько дней, даже поход в магазин сейчас небезопасен, хоть мы и соблюдаем социальную дистанцию в полтора-два метра. В нашем обиходе незаметно и очень быстро прижилось слово дезинфекция. Некоторые занимаются ею с фанатизмом. Надеюсь, что этих несколько правил помогут вам не впадать в крайности и уж точно избавиться от любого вируса. Не забывайте регулярно проветривать все помещения в квартире по очереди. Во время проветривания одной комнаты лучше находиться в другой, чтобы не простудиться. Все поверхности в доме, обеденные, рабочие столы, стулья, тумбочки обязательно нужно протирать с использованием дезинфицирующих средств. Желательно, чтобы они были на основе хлора или спирта. Специалисты советуют использовать хлоросодержащие отбеливатели. Будьте осторожны, они ядовиты для человека и использовать их нужно, строго соблюдая инструкцию. Нынешняя ситуация, кажется, уже приучила человечество тщательно мыть руки после посещения общественных мест и меньше трогать руками лицо. Однако далеко не все пока усвоили другой полезный навык дезинфицировать свои любимые гаджеты. Для дезинфекции компьютерной клавиатуры для начала кисточкой или пылесосом удалим лишнюю пыль и грязь, а затем обработаем ушной палочкой, предварительно смоченной в этиловом спирте или в перекиси водорода. Мышку лучше всего обработать дезинфицирующим средством и оставить на некоторое время, затем салфеткой вытереть насухо. Перед тем, как протирать смартфон, изучите состав средства, которые вы собираетесь использовать. Старайтесь не использовать этиловый спирт или перекись водорода. Они могут повредить покрытие экрана. Лучше всего для протирания смартфона подходит из-за пропиловый спирт. Протирать смартфон рекомендуется каждый раз, когда вы возвращаетесь с улицы. У двери стоит выделить грязную зону. Поставьте дезинфицирующие салфетки. Придя с улицы, сразу протрите за собой дверные ручки, ключи и телефон. Обработайте руки. Там же оставляем обувь. Потом можно раздеваться и идти мыть руки уже как следует. Уборку проводить в такой последовательности. Сперва убираем коридор, потом кухню, потом все остальные комнаты. Туалет и ванную моем в самую последнюю очередь отдельными тряпками. Разумеется, используем перчатки. Специалисты рекомендуют делать уборку не только в резиновых перчатках, но и в специальном халате или спецодежде. Если его нет, подойдет обычный дождевик. В ванной нужно наводить дезинфекцию каждый день. Обрабатывать с хлоросодержащим средством ручки кранов, смесители, стоки, раковины, унитазы. Продукты, принесенные из магазина или доставленные курьером, тоже нужно обработать от вирусов. Коробки и пакеты сразу же выбросить. Герметично запечатанные упаковки помыть горячей водой с мылом. Коробки с крупами или молоком, например, обработать антисептиком. После снова помыть руки. Многоразовые сумки или пакеты отправить в стирку. Сами продукты нужно мыть, как обычно. После окончания уборки руки обрабатывают спиртосодержащим кожным антисептиком. Надеюсь, эта информация будет вам полезна. А в завершении хочу показать, как в условиях карантина празднуют дни рождения в Испании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok